Мы не раз рассказывали о домах в аварийном положении, о жильцах, которые безуспешно ищут правды, обращаясь в разные инстанции. Крик о помощи снова звучит в нашем эфире. Сегодня о своими бедами делятся жители дома в самом центре города. Несмотря на свое расположение, проживать в таком районе, пожалуй, мечта многих. Дом не только не украшает исторический центр, но и представляет собой опасность для своих жителей. Начиная с фасада здания, то есть балконы рушатся, стены, из стены вываливаются кирпичи. Не сегодня-завтра, в частности, на квартире номер 6 обрушится стена. А если смотреть с квартиры на нее, то она наклоняется потихонечку вперед. Там у меня находится диван, и я боюсь каждый день оказаться на улице. Стены рассыпаются на глазах, а сквозные дырки, по словам жильцов, иногда залетают птицы. Да и сами стены держатся с трудом. Дом просто разъезжается, как карточный. При любом резонансе, будь то фура проехала, либо самолет пролетел, стены трясутся, со стола падают на оживилки, и дом просто может сложиться, как карточный в любой момент. Делать ремонт, пытаясь улучшить условия самостоятельно, затея бессмысленная. Даже я поставила пластиковые окна, и снутри они все там и дуют, и сыпятся. И пластиковые окна не спасают, потому что гуляет ветер. Дети маленькие, да, трое внуков у меня там, поэтому... Некогда стены пытались укрепить стяжками. А вот это наша стяжка, которую даже назвать так нельзя, потому что она уже сама попадает. Весь дом она не держит просто. Что и говорить о том, какое количество писем уже написали жильцы в попытке быть услышанными. Дом, который мог бы послужить декорацией к новому фильму. Рязанского режиссера Юрия Быкова расположился на улице Пожалостина, в самом центре нашего города. Жильцы удивляются, каким чудом он все еще не рухнул. Пишут письма в разные инстанции, обращаются в жилищную инспекцию, в управляющие компании, но получают неизменные отписки и рекомендации провести независимую экспертизу, которая признала бы этот дом аварийным. Официальное письмо отправили и мы с просьбой прокомментировать проблему жителей и вернемся к теме, как только получим ответ.